В первый день городской конференции педагогов, директора и учителя ижевских школ ставят задачи на новый учебный год и подводят итоги прошлого. Он был непростым для всех участников образовательного процесса – педагогов, школьников, родителей. Переход на дистанционное обучение для многих стал вызовом. Дистанционное обучение пережили хорошо, нормально. Много сами педагоги, много чему хорошему научились. Мы изучили платформы новые, интересные, хорошие. В этом году у меня выпускной класс был 11 класс. Выпустила 7 медалистов золотых. Очень гордимся ими. Знакомство с самыми успешными цифровыми образовательными практиками страны, их тиражирование на ижевских школьных онлайн-площадках – одна из задач августовской конференции «Город Ижевск. Город образования». Чтобы дистантформат для учителей стал более удобным и доступным, а для учеников и родителей – интересным и понятным, новые идеи и проекты ижевским педагогам в течение нескольких дней будут презентовать спикеры со всей страны. Специально для учителей даже запустят виртуальное кафе успешных цифровых практик. Я очень надеюсь, что этот опыт сейчас будет использоваться и внедряться уже в новом учебном году. Берем только самое лучшее из ситуации с дистантом. Вплетаем очень филигранно этот дистант в тот образовательный процесс, который у нас будет с 1 сентября. Начнется учеба традиционно в школах, но если к дистанту все-таки придется вернуться, в Управление образования «Ижевска» уверены, нужно по максимуму технически перевооружать учебное заведение. Это первое. Второе – повышать квалификацию педагогов. Третье – разработка собственных электронных ресурсов, учитывающие авторские методики и методические подходы образовательных учреждений города «Ижевска». Четвертое – интеграция передовых образовательных дистанционных практик Российской Федерации и мира. Пятое – организация методической поддержки для учащихся, родителей и педагогов. Впрочем, в этом году даже обычный школьный режим трансформируется. Например, ученикам сразу на входе в школу будут измерять температуру. И впервые в образовательном процессе появится так называемое «плавающее расписание уроков», чтобы разграничить потоки школьников. Занятия у разных классов будут начинаться в разное время. Елена Абуховская, Андрей Бусыгин. Новости. 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 Продолжение следует...